добрый день уважаемые коллеги по экстриму я надеюсь но и по психологии тоже потому что мы все с вами какие-то житейские психологи да мы все как-то живем и что-то пытаемся в этой жизни делать и у нас получается вот поэтому мы тоже никто в некоторой степени психологи я два слова скажу о себе чтобы стало понятно откуда возникает эта тема потом попрошу чтобы вы два слова сказали уже может быть не о себе о своем запросе что что вы ожидаете когда пришли сюда значит вот с одной стороны я доцент академии психологии педагогики в южном федеральном университете это вот федеральный вуз который в ростове-на-дону и с другой стороны я мастер спорта и вот этими стрелочками я пыталась изобразить что обе моих ипостаси помогают мне жить взаимодействует друг с другом и как любая нормальная личность я стремлюсь к интеграции вот как-то их интегрировать и вот один из способов интеграции вот сегодняшняя лекция да и психолог и экстрим и диссертация у меня было по влиянию экстремальной ситуации на личность и вот такой интерес который подхлёстывают многочисленные несчастные случаи когда вот начинаешь думать а шо ж произошло и как же как же как же и везде это человеческий фактор как правило и хочется разобраться и рассказать людям что же происходит почему вдруг мы срываемся с той грани когда все контролируем и оказываемся в беспомощности или вызываем этот ком следующих одна за другой ситуации которые приводят к плохому исходу вот это вот мне все интересно и я в этом пытаюсь разбираться я преподаю университете такие дисциплины как краткосрочную психокоррекцию психологию экстремальной деятельности ну и там много других дисциплин но все они крутятся вокруг либо саморегуляции либо вокруг стресса либо вокруг психология которая занимается здоровьем нашим личностным здоровьем вот и тема двусторонняя у нас розы чертополох да бонусы и прелести экстрима и его вот опасности колючки вот это является такой символической заставкой сегодняшней лекции и если можно пожалуйста чтобы я представляла да кто сюда пришел и ориентировалась именно на эту аудиторию если можно два слова скажите вы кто имя да и кто вы или в экстриме или в профессии как хотите и чтобы вы хотели почему вас вам оказалось интересно сюда прийти кто хотел бы начать прошел меня зовут алексей я далек от спорта но меня интересует эта тема как человека который склонен к рисковому поведению спасибо прямо вот понял и вот рядом девушка так что давайте узнаем спасибо да да спасибо здравствуйте меня зовут мария и я учусь на море на крыжах и на море на велосипеде то есть с их стим я в общем-то связана и по профессии я педагог тренер и все что связано с психологией с психологией спортсменов вам тоже привлекательно про взаимоотношения у меня очень мало но если вы особенно если вы зададите вопрос конце я очень кратко постараюсь ответить спасибо спасибо скажите пару слов зачем пришли да кто вы хотя бы в экстремальных видах деятельности спасибо да тема очень обширная и вряд ли я все все что кого волновало скажу тогда зададите вопросы и чуть-чуть вернусь вот к этой своей ипостаси у меня стаж занятий скалолазанием около 40 лет представляете я до сих пор лазу я выступаю на международных ветеранских соревнованиях и я еще инструктор судья по спорту в общем достаточно серьезный стаж у меня ну и спасибо вам за ваши эти самые самые презентации давайте попытаемся двигаться по нашей лекции значит ну вот мы когда говорим про экстрим мы всегда должны помнить что происходит от слова экстремум помните в математике функции проходили экстремальный предельный да и вот это слово предельный граница предел экстремумы помните были функции и вот эта граница это граница чего прежде всего да это на граница наших возможностей которую мы как правило не знаем и когда говорят о экстремальных ситуациях экстремальная ситуация она всегда субъективно у меня экстремальная дождь пошел в походе а у вас не экстремальная потому что дождь это не экстрим для тех кто ходит в походе а если я первый раз то для меня это будет очень экстремальная ситуация они всегда субъективны но всегда переживание человека переживает будучи на пределе и предела как правило он не знает и ему как правило от этого бывает страшно мы наблюдаем и это уже все признают бум экстремальных видов не просто спорта но и профессиональной деятельности наблюдаем и мы видим что туда идет не только молодежь в экстремальные виды спорта и туда идут достаточно умные продвинутые люди и возникает представление о том что не дураки же туда идут и что традиционное представление что это безбашенные и ненормальные может быть она не совсем правильная и для того чтобы вот как бы с этим прежде всего чуть-чуть познакомиться давайте попытаемся перечислить причины по которым люди идут в экстремальные виды спорта вот они причины но во-первых прежде всего видите графа традиционно выделяют и это то что обычно нам говорят люди которые редко имеют отношение к экстриму но у них есть научные степени там они врачи физиологи психиатры психологи они говорят это скрытая депрессия скрытые суицидальные наклонности аутоагрессия вот сознательная или бессознательная разрушительная активность направленная на себя сродни тому что делают наркоманы или вот алкоголики разрушают себя потому что не видят своей жизни смысла вот это достаточно стандартное традиционное предположение о том почему люди занимаются экстримом а также в этом ряду обязательно упоминается то что у нас много напряжений у современного человека их все больше этих напряжений эти напряжения связаны с социумом прежде всего слишком много общаться со слишком многими людьми которые не близки мне и эти напряжения связанные с техногенной средой то есть мы все оказываемся винтиками какой-то машины да мы все проживая свои повседневные дни чувствуем что это не то что нам хотелось бы но мы вынуждены это делать вынуждены там ну понятно на х не то что ходить на работу мы вынуждены заходить в какие-то конторы оплачивать какие-то счета что-то там планировать делать операции которые вот непосредственно вроде бы моих жизненных интересов не касаются но от того что есть рассудок планирование и вот эти техногенные циклы мы их вынуждены делать и вот это вот это нас напрягает на попробуйте отстоять очередь в каком-нибудь бюрократическом учреждении и вот это надо разрядить и давайте разряжать в экстремальной среде очень большой мотив это единение сообществом потому что вот те кто там бывают мы все по себе знаем насколько это притягательно это особая среда где все на одной волне это потрясающе впечатляет мы все быстро находим общий язык это очень большой действительно мотив и можно не быть крутым экстремалом но многие просто идут туда за этой средой вот им нравится эта тусовка хорошая мотивация это возможность решать собственные проблемы то есть это человек избирает путь показывать себе что я силен что я что-то могу избил избирает путь преодоление себя это нормальный путь развития это хороший и правильный и позитивный путь развития своей личности а мода модно да и романтический ореол экстрима побыть героем в глазах кого-либо значимого для себя обратить на себя внимание это не очень хороший это компенсаторный механизм вовлечения в экстрим но почему бы и нет но вот это тоже недостаточно эмоции в повседневной жизни и это вот мотив близкий к тому что разрядка напряжений нам не хватает эмоций потому что мы живем рассудком все опять-таки вся техногенная цивилизация заставляет нас быть более рассудочными нежели эмоциональными а в то же время что придает вкус жизни жизни придают эмоции мы вспоминаем эмоции когда уходим из жизни есть такие исследования что человек насмертно мудре он вспоминает об отношениях и о пережитых чувствах и больше ни о чем он не жалеет ему больше ничего не надо нам при нас привлекают люди теплые эмоционально непосредственные это вот это настоящая валюта человеческой жизни эмоции и вот а их у нас мало и вот в экстрим идут люди за этими эмоциями и вот здесь написано что такие у которых не хватает эмоций у них были сложные детско-родительские отношения в детстве то есть отчужденный родитель холодный родитель не дал ему эмоционального опыта потому что многие из нас даже вот в этой сложной серой техногенной жизни находят хорошие эмоции умеют наслаждаться пустяками да вот я сижу я могу наслаждаться какая приятная форма я могу этим насладиться пережить приятную эмоцию то есть главное заметить что мне это хорошо мне это нравится а многие не умеют это замечать не понимают где взять позитивную эмоцию в банальной ординарной жизни вот таким надо идти на тренинг наслаждения или в экстремальный спорт есть такой вид тренировок тренинг наслаждения учат получать позитивные эмоции в повседневной жизни и вот как ни странно есть еще и генная теория есть такой ген риска действительно некий участок не помню какого там гена отвечает за склонность к риску и например вот этот ген широко встречается у потомков людей которые заселили америку когда они все двинулись в путь из благополучной англии в неизвестность то есть туда поехали люди определенного склада люди которым оказалось это по плечу которые рискнули и вот этот у них как раз в этой популяции встречается больше ген риска и вот все эти традиционно выделяемые вещи кроме возможности решать собственные проблемы они немножко говорят о том что мы не очень психологически здоровыми мы слегка дефективны и чтобы решать эти проблемы некоторые из нас уходят в экстрим и вот справа даже приведены признаки занятия экстремальным видом спорта как игры со смертью то есть почему человек этого не осознает потому что у людей чем более инфантильный человек тем больше у него скрыта от него то что он действительно хочет эти мотивы скрыты в подсознании и он не так много видит в себе и вот это вот то что его тянет поиграть со смертью и может быть у него какая-то скрытая меланхолия и скрытая депрессия он не знает о себе но вот говорят что можно заметить а признаках если мы прочитаем эти признаки самый главный из них постоянно необходимость увеличивать уровень опасности и отсутствие эмоционального удовольствия практически от всего за исключением экстрима это признаки зависимости это признаки настоящей зависимости таковы признаки алкогольной и наркотической зависимости а что такое зависимость зависимость это яркий маркер психологически неблагополучной личности значит у него что-то не так и вот вот по этим признакам можно от дифференцировать свою жажду заниматься любимым видом от нормального или патологического увлечь ну вот провести эту какую-то грань между нормой и патологии еще психологи полагают это уже такие изыски чисто психологические то традиционные были перед этим представлены причины которые вот открою интернет и вот мы линейку причин которых мы видели на предыдущем слайде мы их увидим вот здесь мы видим что психологи высказывают следующие гипотезы во-первых то что человек пускающийся в неизведанные территории а освоение экстремального вида какого-то деятельности это тоже особо неизведанная территория он моделирует свое детское поведение когда ребеночек делал первые шаги это тоже была экстремальная деятельность представьте никогда не ходил и вдруг он взял и пошел делает первый шаг все неизведано все страшно страшно упасть и все и вот он повторяет это и тем самым он обретает уверенность себе тогда получилось и еще получится и чем больше получается тем я более увереннее это как бы такой механизм набирания самоэффективности качество самоэффективности хорошая гипотеза а психоаналитики но они как всегда немножечко с такими экстравагантными для нас мотивами вот экстрим это желание покорить свою мать который испытывает ребенок как продолжение дипового комплекса и в ее лице раз я покорю свою мать я могу покорить весь мир вот такое вот инфантильное желание также очень часто по мнению психологов желание рисковать является ответом на травматический опыт рождения то есть если есть такое учение ну наверное вам не знакомо там во время рождения если случаются проблемы при прохождении ребенка по родовым путям у него возникают разного рода фиксации на разных чувствах и на разных состояниях эмоциональных и вот эти как бы микро травмы это психологические травмы уже в конце концов рождаются они могут порождать вот это вот желание рисковать в ответ на травматический опыт например он там долго проходил слишком долго по родовым путям проходил а не хочу никого пугать но опять-таки если вы почитаете материал это называется перинатальные матрицы грофа вот гроф предполагал что дети рожденные путем кесарево сечения они не обладают жизнестойкостью такой как дети рожденные обычным путем почему потому что они не получили не боролись не путь не получили опыта прохождения по родовым путям и вот на этой психике белой которая табула раза вообще ничего нет чистый лист опыт не записан я боролся и победил то есть я вышел и оказалось все нормально вот у них этого опыта нет и поэтому их надо еще раз учить но это тоже преодолевают сейчас психологии научились это преодолевать их надо еще учить бороться отстаивать там бороться за жизнь вот но я не люблю это говорить потому что если у людей есть такой опыт что там они рождены или у них дети они сразу пугаются во-первых это всего лишь станислав гроф которого у нас в россии не признают во вторых там все вилами на воде писано нет достаточно четко подтвержденных однозначных исследований что вот эти все вещи взаимосвязано тем не менее дальше человек не испытавший любви детстве будет любыми средствами пытаться доказать свою ценность том числе и родителям то есть вот это материнские отношения с матерью если их не было это называется бондинг если мама не любила не держала на руках то в душе дыра нет опыта любви это дыра достаточно как черная воронка травмы есть такой образ но это не травма но это вот некая пустота которая всякая пустота сосет человека и отнимают у него энергию и возникает желание заполнить это вот нехватку и он идет доказывать свою ценность и пытается обрести вот какие-то яркие эмоции которых в виде любви он недополучил в детстве проявление сексуальности но это фрейд да все экстремалы и вы это знаете говорят о возбуждении которые они испытывают она не обязательно сексуально но это наслаждение это экстаз и вот такие переживания они близки к тому как описывают сексуальный опыт люди я считаю что что-то в этом есть как в страхе вот и когда мы испытываем страх все это сливается туда где сидит нас базовый страх страх смерти так и в наслаждение и в экстазе у взрослого человека все это сливается туда где вот у нас есть опыта сексуальные опыта большого наслаждения возможно это так но опять таки это вот они так считают и наконец вот эта адреналиновая гипотеза что когда проходит более страх мы ощущаем наслаждение нам становится очень хорошо и я это по себе отлично знаю был период когда я очень много тренировалась и так хорошо как тогда я никогда не жила потому что после серьезной тренировки вообще наступает такой кайф не связаны с внешней обстановкой тебе просто хорошо то хорошо поработал ничего не надо ты сделал свое дело ты лежишь отдыхаешь всего вообще ничего не надо ты герой ты молодец все замечательно но это не только мышечная это еще и вот такая она психологическая радость согласно что есть и мышечная гиппо и гиперопека в детстве формируют адреналиновую зависимость по мнению психологов и также вот тонатотерапевт тонатотерапевты это отрасль телесно ориентированной психологии которые изучают опыт смерти и умирания и вот тонатотерапевты считают что экстремалы пытаются приручить смерть подвергая себя смертельной опасности но оставаясь живым как бы они учатся контролировать все происходящее и как бы вот побороть тот глубинный страх смерти который вызывает у нас экзистенциальную тревогу и тот же баскаков считает что наше образование чрезвычайно направлено на разум не воспитывает у нас не эмоции не способности к саморегуляции и из-за этого перекоса мы достаточно разумны то есть мозги у нас развита эмоционально мы не развиты и люди идут вот да получать этот опыт к в экстремальные виды спорта чем плох когнитивный перекос то что разума у нас больше действительно я являюсь телесно ориентированным психотерапевтом и я вижу что очень многие люди они отчуждены от собственного тела они отчуждены почему это страшная на мой взгляд страшная история возникает когда нас во время перехода из младенчества в раннее детство переучивают на социальные ориентиры то есть ребеночку например который знает когда ему хочется кушать тело ему говорит как любое животное когда ему хочется кушать он хочет кушать а мама ему говорит а потом воспитатели нет не время сейчас обеда будем обедать в час дня то же самое мама или воспитатели говорят когда он хочет купаться вот купаемся пять минут и потом вылезаем то есть вообще-то его тело знает когда им сколько ему купаться когда ему надо вылезать если он не испорчен но у него сбивается вот эта регуляция связи внутренней глубокой связи с телом почему она сбивается потому что взрослый для него как бог он понимает что если взрослый будет недоволен то жизни то нормально не будет и он вынужден перейти он говорит так все все что чувствует мое тело не важно это для жизни не пригодится важно что говорит мама важно что говорит воспитатель и возникает а мы так устроены что не используемая функция она как бы отмирает все возникает прямо вот говорят рисуют модели что вот здесь у нас такое как как бы блок и мы не чувствуем собственного тела этому можно вернуться обратно в тело и сейчас всех призывают вернуться в тело но экстремалы это делают за счет того что они занимаются экстремальным достижение особых потоковых состояний но это всем знакомо до знакомое потоковое состояние тем кто занимается экстримом это потрясающее состояние для меня я потом о нем чуть дальше скажу это состояние вот для меня это сейчас это главный мотив почему я еще это делаю казалось бы я должна устать перестать там рука болит и локоть болит еще что-то болит но я не перестаю потому что это в этом такой бесценный опыт это такая бесценная мотивация которая мне очень дорогая вот ради нее я там тренируюсь целый год чтобы потом в крыму пройти какие-то вот скальные эти мультипичи и вот испытать это состояние это действительно очень мощный мотив а двигаемся дальше и вот рассмотрев что нам предлагают я сейчас еще один слайд перелесну вот это вот рассмотрев что нам предлагает причины занятий да мы можем понять то есть люди этим занимаются потому что хотят что-то для себя сделать теперь обратимся к причинам несчастных случаев даже не обратимся а скорее взглянем скользь на это несчастные случаи в экстремальных видах спорта всегда при их анализе как бы не говорили о том что есть там объективный класс по объективным причинам происшедших случаев когда случился камнепад ледопад молния ударила или еще что то но разве это не тоже человеческий фактор на то есть надо понимать что в горах падают камни может быть неожиданный камнепад то есть я хочу сказать все в основном сводится к человеческому фактору я хочу вам рассказать историю вот слышали про этого мистера кима да 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 вот что там было с мистером кимом он погиб его пытался спасти виталий лазо да девушку спасли а его не спасли то есть я вот точно сейчас историю не воспроизведу в подробностях но они на провисших перилах оказались где-то глубоко внизу от тропы и там замерзали и их пытались спасти но фишка была в том что спасти можно было только одного человека спасли девушку а он помогал ее спасать таким а этот мистер ким видите у него нет рук и при этом он как классный восходитель он великовозрастный человек и да да он ходил в горы и у него был проект у него был проект пройти все семитысячники это был последний семитысячник он на нем погиб вот спрашивается почему он погиб что послужило причиной и что он мог сделать чтобы не погибнуть и когда мы начинаем искать ответы на этот вопрос здесь единственный ответ возникает он мог туда не поехать и все больше там вот в той ситуации от него ничего больше не зависит он мог туда не поехать но он поехал и вот это вот случилось и вот это вот пример несчастного случая в котором человеческий фактор состоит в том что он выбрал эту поездку если бы он ее не выбрал он бы остался жизнь но почему он ее выбрал он ее выбрал как проект своей жизни для него это было ценность и смысл вот и вот здесь мы ставим большой большой вопрос потому что это случай не характерный все остальные случаи о которых я бы хотела говорить это несчастные случаи это случаи связанные с несколькими причинами которые я на слайд не вынесла сейчас они у меня перечислены и на мой взгляд психологические причины несчастных случаев которые случаются сводятся к четырем разрядом сейчас я чтобы не первое горы идет человек с инфантильной психикой что такое инфантильная психика инфантильная психика плохо тестирует реальность она ну как бы у человека внутри карта не соответствует территории он думает одно а реальность другая и поэтому чтобы он не делал получается не в попад поэтому получается вот я хочу туда мне нужно в точку а а карта сбита и он не попадает в точку а хотя ему кажется что он прилагает все усилия чтобы попасть точку а инфантильная психика работает как я всегда прав со мной всегда будет хорошо все будет замечательно я крут потому что так а нормальные мамы говорят своим детям и вот это вот транслируется потом и вот лекарство от инфантильной психики это взросление но как поставить себе диагноз откуда у меня инфантильная психика и есть ли она у меня не скажу вам человек с инфантильной психикой даже вопрос так не ставит к сожалению а кто-нибудь делал тесты вот приглашение на лекции были от тесты до делали а вот пример мы можем объективно проверить что такое тестирование мы соотносим себя с нормой людей я потом вам прокомментирую это возможно после лекции если захотите на лекции прокомментирую ваши результаты а это объективно мы себя измерили и мы измерили некие параметры которые помогают нам понять инфантильная у меня психика или нет и если инфантильная психика мне нужно лично на чуть-чуть подрасти и я не должен себе верить я должен понимать что вот то что я считаю вообще то может быть не так следующая причина она противоположна но по удивительному стечению обстоятельств она смыкается и похоже в проявлениях на инфантильную психику это супер эго супер профессионала как ведут себя люди которые достигли огромных высот в чем-либо это может быть экстрим это может быть другие виды деятельности там великие бизнесмены великие топ-менеджеры великие еще кто-то у очень многих из них я это не раз наблюдала там вот в коммерческих турах еще где-то очень многих из них такой феномен что ну ладно ты там что-то говоришь но я-то знаю я знаю жизнь я много раз оказывался прав я всегда выигрывал я-то знаю и у меня был случай когда мы чуть не подрались мы там одного не до олигарха ну то есть он не олигарх надо из таких богатеньких вели по тропе спуская с ледника мы говорим туда он говорит я точно знаю что туда я пойду туда и жену свою поведу вы дураки у вас сейчас мозги это самое а я точно знаю я смотрел карту вот нам туда вот то ли это было проявление горняшки но он это с таким напором делает я вам плачу деньги и все такое прочее и вот у них бывают ошибки так же как сейчас перед этой лекции поднимала статистику несчастных случаев скалолазание а там черным по белому написано клубы сообщают что чаще всего гибнут мастера которые не довязали узел не измерили веревку там на конце не завязали узел да и при спуске он выскочила веревка из рук они что-то не доделали опираясь на свое супер мастерство и на понимание что я очень крутой и я всего достиг то есть это вот есть причина которую называется группа мыслия группа мыслия это некий психологический феномен который существует и описывается следующим образом когда собирается группа людей и у этих людей возникает какая-то успешная деятельность они начинают считать опять-таки мы молодцы мы крутые и они снижают свою ответственность за принимаемое решение потому что у них возникает не стойкое ощущение что группа то права все это тут такие крутые мышь не можем ошибиться такое скопище профессионалов сама чуть не влетела и страшно об этом переживаю я сейчас думаю как же так могло получиться прошлом году кто-нибудь был на маршруте который называется мисхорские гроты в крыму но это очень красивый маршрут на этой самой на горе как она называется высшая точка крыма айпетри вот на айпетри там есть вот маршрут там сначала по ним спускаешься дюльферяешь но мы не на весь маршрут мы 7 веревок спустились и потом их надо лезть там пробита мультипич их надо лезть нас собралось пять мастеров спорта из них один инструктор по альпинизму один гид все крутые все там снаряженные и мы начали спускаться после дождя в час это только спуск а потом еще 7 веревок лезть наверх когда мы спустились и никто как-то не проговорил а чо как мы потом наверх полезем а чо будет все-таки темнеет скоро и все такое прочее мы спустились было четыре часа пока мы там озирали красоты фотографировали стало полпятого а темнеет около семи а у нас 7 веревок вверх лезть и никто как-то вот не взволновался ребята не придется ли нам ночевать и только когда уже я посмотрела на время я думаю ну надо как-то гнать а мне неудобно и гнать то есть все оглядывались друг на друга и думали что ну наверно все хорошо раз никто не беспокоится все же крутые но в результате мы влетели последние три веревки лезли в темноте но опять-таки ничего страшного у нас были фонарики но наш гид не знал дорогу и мы могли не вылезти опять же ничего страшного просто там заночевали летом и бы не умерли но все равно же неприятно согласитесь и вот это вот типичная группа мысли никто не позаботился взять руководство группы и продумать а вот что мы будем делать в таком случае и наконец еще одна причина несоответствие группа мысли лечится чем тем что мы знаем этот феномен и надо как бы понимать что любая группа в на любом проекте должна позаботиться об управлении да как мы управляем этой группой даже если вы такие крутые надо подумать об управлении и о сюжете проекта и кто за это отвечает или хотя бы отвечает за то чтобы все задумались над этим и несоответствие экстремальной подготовленности уровню препятствий и задач то есть очень часто люди ошибаются в своей подготовке и кажется что если я уже много куда ходил то вот в следующий раз все будет нормально на самом деле это не так и особо этим грешат слабо подготовлены но вы знаете что говорят альпинисты значок самый страшный человек в горах потому что да потому что он все знает вот и вот по этому принципу очень часто тоже вот анализ несчастных случаев альпинизме говорят что они происходят там где вот это вот идет несоответствие группа мысли или инфантильная психика проявляется и наконец забыла окончание фраза а а нога погоня за клеточками до этого имеете ввиду но это же есть инфантильная психика на весах взвешиваем что и вот мы поговорили о несчастных случаях и я делаю вывод о том что чаще всего к ним приводят какие-то ну то что мы называем человеческий фактор какие-то недоделки в нашей психике я потом назову это определенным словом какие-то недоделки какие-то дефекты это могут быть травмы комплексы неблагоприятные черты характера неблагоприятные состояния например депрессии в общем какие-то минусы какие-то ямки которые не дают нам полноценно использовать все свои ресурсы и часто именно вот эти вот дефекты нашей психики и и не абсолютное здоровье то есть не максимальные ее ресурсы там где возникают эти дыры туда цепляются зависимости то есть зависимость это способ заполнять вот эти дыры дефекты в психике любые зависимости до адреналиновая компьютерная химическая там алкоголь наркотики там или клей нюхать вот зависимости это такой способ получить нормальную психику которая любит переживать удовольствие с черного хода то есть неправедным путем его в том числе адреналиновая зависимость и о которой очень много говорят люди говоря об экстремалах и действительно возможно и вы на себе чувствовали я это чувствую когда я вот пыталась закаляться и ныряла в холодную воду возникают часто ощущения что мне не хочется вылезать она меня затягивает там кайф да вот так же и здесь и вот ее механизм заключается в том что эндорфины вещества удовольствия в частности дофа дофамин они то есть нам говорят адреналиновая зависимость а на самом деле она не адреналиновая там арди адреналин принадлежит группе этих глюкокортикостероидов а именно вещества этой группы и в том числе кортизол гормон стресса вызывают провоцируют выброс дофамина и вот дофамин как раз и доставляет нам удовольствие и организм привыкает нужно получить стресс а потом за счет стресса получить кайф но но сейчас то есть мы так привыкли это осуждать мы привыкли говорить что это плохо это ненормально что это зависимости эта вещь плохая и я вам сейчас говорю в контексте того что психика недоделанная она склонна к зависимости но а сейчас я пока вернусь назад но сейчас психологи все чаще стали задавать сами себе вопрос а с чего это все решили что человек непрерывно должен быть счастлив доволен и радостен как бы по умолчанию вот вся психология говорит нам что человек должен быть счастлив доволен и радостью а на самом-то деле это не так и вы наверняка читали опыты под названием вселенная 25 помните вселенная 25 опыты на мышках где мышки были счастливы нет не центр удовольствия колонии мышей обеспечивалось безбедное существование в досталь корма в досталь всего что им надо для жизни да и они все деградировали то есть абсолютно счастливые мыши 25 раз повторялся эксперимент 25 раз это приводило к деградации необратимой там возникали а самцы похожие на гомосексуалистов вот у меня звонит телефон я не отключил его но надеюсь он нам не сильно помешает а самки переставали заботиться о потомстве все популяция погибала ничего нельзя было сделать отсаживали часть популяции в другие условия и они уже не возвращались на нормальный путь и вот эти вот и еще были биологические эксперименты они говорят о том что человек настроен на этот цикл преодоления до какие-то стрессы получения награды за то что ты это преодолел то есть вот этот вот цикл напряжения переживания сложностей препятствий и потом удовольствие вот естественный цикл человеческой жизни и возможно да и они устраивают тоже вот этот цикл до скандал потом разрядка и часто секс да это вот вот еще одна она манипулятивно использует это ну что вот это вот тот цикл который нам всем очень важен он нас заложен природой напрячься и получить удовольствие напрячься и получить удовольствие хорошо вот психологическое здоровье человека это то что может противостоять адреналиновым и всякие всяким другим зависимостям это не не утвержденная кем-то схема это вот как бы например много авторов составляют другие схемы психологии так хорошо что хочешь рисуй никто тебя не проверит потому что проверить невозможно нет психологическое здоровье это совокупность ресурсов совокупность ресурсов психики мы позаботились о ресурсах о том чтобы они были развиты и ресурсы психики это прежде всего познавательная сфера то есть память внимание мышление воображение у меня хорошо развиты что дает хорошее развитие когнитивной сферы мышление категорийная система развита и она соответствует тому что есть мире дает ориентацию в реальности поэтому когнитивную сферу отлично надо развивать память мышление воображение внимание особенно внимание надо тренировать развивать но обычно мы это делаем своих видах деятельности это нормально это хорошо эмоциональная сфера что такое эмоциональная сфера психологически здорового человека это эмоции которые я умею возвращать баланс что такое саморегуляция это умение возвращать себя в баланс после стрессового отклика я попал стресс и я знаю как себя вернуть и достаточно быстро это делаю возвращая в баланс вот что такое психика здорового человека и еще там значит у нас в процессы когнитивные процессы эмоциональные но там еще личность но личность это что это прежде всего характера характер это совокупность привычек а привычки это ваше дело то есть сейчас уже никто не считает что характер это нечто неизменное сейчас уже все понимают что характеры извините взрослый человек должен позаботиться о своем характере и набрать тот комплекс черт который считает нужным а нужны опять-таки все черты которые мы интуитивно понимаем быть оптимистом лучше чем пессимистом даже если вот это не наивный оптимизм а вот знаете как франкл виктор франкл у него трагический оптимизм до оптимистом все равно быть лучше он говорит что дела человечества плохи но именно поэтому мы должны не опускать руки и делать все возможное чтобы улучшить ситуацию такой трагический оптимизм вот и то есть набор благополучных личностных черт понятен известно время выработки привычки раньше считали 21 день сейчас считается чуть дольше пожалуйста вырабатывайте привычку вести себя таким образом это будет черта вашего характера это все не сложно гораздо сложнее с мотивации а вот ценности и смыслы которые составляют основу личности их так просто в себе не выработаешь это ориентиры данные нам с детства но вот ориентация на психологическое здоровье это хороший путь хороший путь туда где мы станем более адекватными дальше мы можем посмотреть на патология или нормальность вот тут дуализм да я занимаюсь экстремальными видами спорта это нормально или все-таки у меня патология здесь могут быть мотивы нормальные и мотивы патологические но это связано вот с тем почему люди занимаются то есть вот этот вот баланс норма то есть я нормальный и я самосовершенствуюсь в экстриме или я все-таки в патологии у меня зависимость я что-то в себе не понимаю вот это а можно попытаться уловить задумавшись об этом сделав ряд тестов к о которых я говорю и задумавшись об этом в категории если мои а если мои намерения не так чисты не нормальные а скорее патологичны что мне с этим делать что мне с этим делать как мне себя все-таки вывести на нормальный уровень и здесь существует вариант что не надо идти к психологам не надо идти к психотерапевта хотя в тяжелых случаях конечно надо а обычный вариант это это вот уже то что человек задает себе этот вопрос свидетельствует о его желание стать нормальным и есть огромная куча как это сказать руководство саморазвитию вот лично я развивала себя начиная с этих руководств потом тренинги потом занятия психологии но я родилась не очень благополучно в очень благополучной семье то есть социальная наследственность была отличная но те ориентиры воспитанию которые были у родителей 60-х годов были нехорошими меня не брали на руки меня не брали на руки и вот я не до получила вот этого опыта это по доктору споку вас воспитывали железную дисциплину ребенок должен есть по часам утешать его не надо пусть привыкает к дисциплине вот и мне это приходилось долго преодолевать я вот думаю что вот у меня была некая зависимость которую я преодолевала но преодолев ее я все равно осталась в этом виде потому что уже вот решают нормальные проблемы саморазвития хорошо давайте вы знаете что современные опять-таки взгляды на психиатрию говорят что никаких оснований для вот той классификации болезни которую мы имеем психиатрии нету никаких органических оснований нет да они очень странные но природа их странности все сейчас больше все больше считают что лежит психологическом этом самом и возможно возможно есть какие-то условия при которых они могут стать адекватными без прибегания к психиатрическим этим самым да отмечены что норма это показать безграничность человеческих возможностей разве не считаете что стихия и природа все на поведение зачем пытаться не то чтобы зачем вот когда люди покоряют волну они пытаются как-то возвыситься я согласна что это скорее патология я это взяла из популярной статьи да и там была написана норма вот это я согласна с вашей мыслью что норма показывать и побеждать природу покорить города победить волну я согласна скорее подняться да 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 и я согласна то что вот это уважение к природе это признак здоровой психики понимания что мы всего лишь ее части мы в нее вписаны и мы никак не можем ее покорить да я согласна я хотела бы сейчас вам перечислить сейчас я сверюсь со своим планом что там у меня дальше а и вот постепенно постепенно кроме отрицательных моментов занятий экстримом кроме признания того что люди занимаются им из-за дефектов и из-за того что они не очень нормальные или скрытые суицидники стала вытанцовываться мысль которая мне очень понятно очень близка и кажется очень правильной стала вытанцовываться мысль о том что экстрим это в общем-то генеральный путь ну не то чтобы развитие человечества генеральный путь обретение новых ресурсов ресурсов которые не нам необходимы для жизни вот в мире который вот становится таким если написать сейчас напишу аббревиатуру вука слышали да что мы живем в ука мире и вы можете в интернете посмотреть как она расшифровывается непредсказуемый сверхсложный еще какой-то экстремальный хаотичный мир и вот его хаотичность и непредсказуемость только увеличиваются и вот для того чтобы с этим миром справляться нам необходим все более необходим экстремальный опыт и считается что занятие экстримом устраняет смысловой вакуум современной цивилизации техническая цивилизация психологи говорят что в нашей цивилизации существует так называемый техногенный перекос в чем он заключается технологии развиты намного сильнее и круче чем наши нравственные и ценностные качества люди дорвавшиеся до высоких технологий не сознают меру своей ответственности один человек может решать судьбы мира и этот человек может быть не очень высокой там морали и высокая ответственность вот это и есть техногенный перекос техника сильнее чем мораль нравственности ответственность развита и от этого возникает вот тот самый смысловой вакуум потому что людям приходит мысль зачем вот так жить какой смысл во всем этом жить и вот это называется кризисом смысла и считается что смысл это смысла люди находят в критических переживаниях и поэтому так важны экстремальные занятия и вот бердяев нам говорит триада бердяева человек стал функции в современном мире человек стал вещью на рынке современном которого можно продать мы сами себя пытаемся когда-то задвигать социум мы думаем о себе как о товаре где бы себя лучше продать как бы себя лучше подать и даже внешность свою приводим соответствие чтобы она был товарным вид имела и разум преобладает над эмоциями и вот все это плюс повседневность рутина от ревиальной стабильность деятельность функционирования современного человека машина подобна и не отвечает его внутренней природе которая вот заряжена на то чтобы переживать эмоции реализовывать себя проявлять свою личность и обретать счастье вот именно в этой деятельности где я уникален где я эмоционален где я телесно связан с миром резонирую с миром этого нету она нужно и и вот для этого люди идут в экстремальную деятельность и получается получается сейчас я вам прямо зачитаю получается что экстремальная деятельность она внешне особенно для наблюдателей выглядит нерациональной бессмысленной часто идиотской но внутренне пишут современные психологи она имеет огромную ценность потому что она позволяет достигнуть целостности внутреннего мира интегрировать свою личность прожить вот этот вот заложенный в нас природой цикл напряжение переживания расслабление релакс и кайф это цикл заложенный в нас это вот элементарный цикл стрессовой реакции как как его проживают животные и вот экстрим экстремальная деятельность нас к этому возвращает она позволяет не только там какие-то свои дефекты попытаться исправить или хотя бы заместить но она еще позволяет нам интегрировать свою личность сделать ее более целостной более счастливой более приближенной к той деятельности для которой был создан создан человек и она позволяет пережить нам ощущение бытийного смысла бытийного то есть вот сейчас я может быть сочетаю вам переживания нет ну в общем если взять интервью экстремалов то очень многие говорят что вот в тот момент когда я это испытываю я понимаю что все правильно что я един с миром что я абсолютно счастлив я понимаю как устроена жизнь этот драйв мне нравится не просто нравится а вот это вот такое вот высшее такое чувство переживания и тот же валерий розов об этом говорит ну к сожалению погибшей слышали да то есть вот то есть она позволяет что-то сделать с личностью чтобы личность вылечилась от этого вука мира и стала более самодостаточной более самоуважаемой более такой которую вот интерес более интересны не только для себя но и для окружающих вот и поэтому сейчас все больше идет разговоров о том что экстремальная деятельность она очень важна и может быть она позволит человечеству нащупать обрести те ресурсы которые там перед будущими трудностями многим из нас могут понадобиться ну хорошо а давайте-ка обратимся как перелистывать давайте-ка обратимся вот сюда мир науки что говорит нам наука о личности то есть мы можем посмотреть что происходит с экстремалами какими они становятся какие качества у них возникают и мы можем это посмотреть по современным исследованиям которые все больше и больше опубликуются и мы можем посмотреть там по анализу отдельных личностей выдающихся экстремалов которые остаются живыми и вот представляю вам исследования вот вы видите журнал в котором она опубликована это всех один из ведущих психологических журналов и она нам рассказывает там сравнивали парашютистов на то есть спортсменов занимающихся экстремальными видами спорта со спортсменами не занимающимися экстремальными видами спорта то есть с волейболистами сравнивали парашютистов и вот там это исследование показывает в частности показывает в частности следующие мы видим что есть некая разница и мы видим что эта разница вот в нескольких шкалах да вы видите расхождение синяя линия это парашютисты красная линия это волейболисты и вот они расходятся в нескольких шкалах мы можем посмотреть пятая шестая шкала это шкала общительность у парашютистов намного выше уравновешенность у них намного выше в восьмой шкале выигрывают застенчивость волейболисты более застенчивые а этим парашютисты менее застенчивые и вот четверка последних шкал с 9 10 11 12 это открытость экстраверсия то есть они более парашютисты более открытые люди экстремального вида экстравертированы эмоционально лоббин лоббильные и шкала маскулинность то есть мужественность мужественность воля способность целеполаганию у них тоже намного выше вот пожалуйста вот такой вот есть срез есть срез который есть срез который характеризует нам у меня его на слайде нету но меня он есть на бумажке исследования исследования шмигалёва из университета физической культуры и спорта российского московского среди экстремалов сангвиников 63 процента но люди людей занимающихся видами этого спорта экстремального флегматиков 27 процентов всего экстравертов 73 гипертимных то есть людей у которых высокая энергия гипертимных 70 процентов и людей с оптимизмом тоже больше 70 процентов и людей которые не выносят скуки тоже больше 70 процентов то есть эти качества фактически характеризуют среднего экстремала он сангвиник что такое сангвиник помните человек сильной нервной системой сильные сильная лоббильная хорошо переключаемая и возбуждение торможения сбалансированы флегматиков там немного экстраверты то есть они открытые общительные гипертимы сверхэнергичные у них хорошо вырабатывается энергия оптимистичны и они теряют внимание при монотонной деятельности о чем это говорит это о качестве которое называется ближе всего это название импульсивность им нравится что-то необычное они откликаются на сигналы среды вот пожалуйста и предел ну вот тут еще их сравнение но в принципе это если кто-то ху интересуется частностями просто можно эту статью открыть это их сравнивали по формально динамическим свойствам темперамента и ну тоже некое сравнение но тоже мы видим что большая разница по разным качествам сейчас не хочется вот в эти детали вникать вот алекс хональд тот персонаж о котором я хотела поговорить с вами вы слышали наверное смотрели фильм фрисола это вот восходитель который на эль капитан да стену которая выше километра он ее покоряет без страховки и производит фурор во всем мире и вот алекс хональд он его кличка но убег дел это английские слова которые переводится как ничего такого ничего такого как ты туда влез это же очень сложно этого ничего там ничего особенно ничего такого и вот алекс хональд после этого своего подвига конечно же за ним стали гоняться психофизиологи психологи надежде изучить его уникальный мозг и они пишут статью странный мозг величайшего соло скалолаза мира вот вы можете почитать по этой ссылке эту статью там более подробно описано то что я вам сейчас сколь скажу и выясняется что в его мозгу вода нас существует вот там на пересечении черт видите на правой фотографии красным это амигдала миндалина битима да она возбуждается при чувстве страха а вот мозг алекса хональда и на пересечении какая миндалина у него там не возбуждается и они были потрясены и стали интересоваться как же так получается что что он вообще не испытывает страха и разбираясь в его жизни они поняли что он это человек который испытывает страх но он с ним справляется он даже не то что контролирует он научился попадать в состояние когда вон она не возбуждается страха как бы нету но это достигнуто путем огромнейшей работы и вот его качество измерены здесь английские к сожалению слова опять-таки детально не буду вам рассказывать пожалуйста можете обратиться к этой статье но интересно что у него две ведущих два ведущих отличия от другого такого же мужчины не занимающегося экстремальным видом спорта у него любовь к сильным ощущениям очень развита то есть вот это вот желание рисковать желание импульсивность и гоня погоня за этими острыми и сильными ощущениями и при этом у него очень развит жесткий контроль два качества казалось бы взаимоисключающие но это та диада это та диада которая позволяет ему вот совершать свои подвиги при этом оставаясь в зоне возможностей и это диада импульсивность и контроль ответственность импульсивность это чисто эмоциональное качество то есть он оставляет себе прекрасную вот восприятие то что нас вот этот вкус жизни да нам придает то что нас больше всего радует это у него есть и у него есть ответственность и контроль это квинтэссенция маскулинных черт то есть квинтэссенция того разумной когнитивной деятельности деятельности разума и вот этот баланс и вот эти врачи когда они с ним позанимались они ему в конце концов так и пожелали говорят желаем чтобы ваша импульсивность не перевесила вашу ответственность чтоб всегда у вас сохранялся этот баланс и на мой взгляд вот в этой формуле то как раз и кроется ответ да на то что нужно нормальному экстремалу нужно некий заботиться о двух вещах вот нужно заботиться об этом балансе этих двух качеств не убивая в себе эмоциональность научиться так проживать и переживать эмоции чтобы они оставались как бы в моей власти то есть хорошо выработанная саморегуляция и при этом хорошо проработанная хорошо осознаваемая хорошо выпистывая и понятная ему ответственность а ведь что такое ответственность понимание перед кем я отвечаю и дело не того чтобы что-то отвечать я отвечаю перед собой отвечаю перед своей семьей я отвечаю там перед своими спонсорами еще что-то еще что-то еще что-то вот все это он берет от и и честно отвечает то есть он не дает себе там погибнуть или взорваться потому что вот это качество у него есть вот и таким образом вот как считают эти физиологи которые исследовали мозг да сейчас там интересное интересное когда они стали выяснять как же он дошел до такой жизни оказалось что у него он уже родился с таким с холодным мозгом то есть мозгом в котором это амигдала не сильно возбуждалась она возбуждалась но в в рамках видовую видовой изменчивости все мы разные и вот он был человек такой у которой не очень боялся это первое у него было и потом он ее вы воспитывал он ее воспитывал двумя способами когда узнали как он тренировал вот это свое бесстрашие ему сказалось что он во первых идиомоторные тренировки проводил то есть он представлял себе на представлял себе он представлялся каждое движение и в том числе он представлял себе что он может сорваться и он привыкал к этой мысли он рассказывал как я представлял себе что вот вижу свой труп сорвавшийся там внизу и я понимаю что при том что я это делаю это нормально это входит в число возможных исходов и это не должно меня пугать То есть он привыкал к этой мысли. Но, с другой стороны, он занимался реконсолидацией следов воспоминаний. Что это значит? Реконсолидация. Оказывается, наша память устроена таким образом, вот она помнит плохие вещи. Но эту запись можно стереть. Например, я помню, как я была неуспешна на каком-то экзамене. НЛП что делает? Они заставляют вас прожить ситуацию этого экзамена и продумать, как бы она была, если бы вы были успешны. И делают так, чтобы это воспоминание было сильнее и закрыло то. И так действительно получается. То есть эти воспоминания можно перезаписать. И вот Алекс Хональд говорил, всегда, когда я делаю неудачное движение, срываюсь или ещё что-то, я мысленно много раз продумываю, как бы это должно было быть, если бы было успешно. И таким образом он стирает вот тот ужас и страх и записывает себе воспоминания об этом, что оно было сделано нормально. Вот считается, что два этих вида деятельности приводили его к той успешности, к которой он всё-таки пришёл. И напоследок, ну вот почему-то у меня сюда поток попал, ну вы знакомы с теорией, да, Чиксент-Михайя, вот это поток, это наш бонус в экстриме, а, соответственно, смерть и травма – это наши ужасы, которые нас поджидают. И вот нам нужно как-то найти равновесие. Несколько теорий, которые в психологии экстремальных ситуаций используются. Есть теория жизнестойкости Сальвадора Мадди, и у нас её популяризирует и развивает Дмитрий Леонтьев. И он говорит о том, что жизнестойкость – это отличает людей, которые после экстремальных ситуаций достигают интеграции личности и как бы делают шаг в своём развитии вперёд. А часто, то есть у нас два варианта – в экстремальной ситуации можно деградировать, то есть получить психологическую травму и как бы ухудшить работу своей психики. И можно шагнуть вот сюда, можно шагнуть туда, где мы улучшаем работу своей психики, потому что обретаем новое, более близкое к адекватному пониманию реальности, то есть личностный рост. И вот качество, которое позволяет это сделать, Мадди называет жизнестойкостью, и он проводит исследование и говорит, что она состоит из трёх качеств. Это вовлечённость или commitment по-английски. То есть вовлечённость в какое-то дело, уверенность в том, что именно делание этого дела, оно очень важно, и что не важна моя личность, а важно делание вот этого дела. И вот эта вот вовлечённость, например, после взрыва бомбы в Нагасаке, тоже были исследования, вышли на улицу люди, которые не погибли, помогающих профессий, врачи, священники, педагоги. Они оказывали людям помощь, потому что у них была вовлечённость, они так понимали свою профессию. А потом, там все получили посттравматическое стрессовое расстройство, но у этих людей оно оказалось в гораздо более лёгкой степени. И сделали вывод, почему так получилось. А потому что вот их вело вот это вот как бы призвание, долг и понимание своей миссии, и это как бы было целительно. Контроль, убеждённость в том, что я что-то контролирую. Контроль очень близок к качеству, которое называется самоэффективность. Я могу на что-то повлиять. Это очень важно для психологического здоровья. И мы, когда занимаемся с МЧСниками, мы всегда, значит, с ними проговариваем, что вот человек, придавленный плитой, он на что может повлиять? На что? Как вы думаете? Своё восприятие ситуации. Да, а ещё на что? Ну, это как-то это прагматичное, чтобы жить и помогать себя найти. И как только он это обнаруживает, у него появляется осмысленная деятельность, и эта осмысленная деятельность помогает ему поддерживать свою жизнь. То есть вот контроль – это найти, что я контролирую, что я способен делать в этой ситуации. Ну, и принятие риска – это о том, что если я принимаю риск, челлендж – это звучит по-английски. Вызов, да. Принимать вызов. Отлично, спасибо. Принимать вызов – это значит… То есть есть две стратегии. Принимать вызов – это значит делать шаг в сторону развития, но расплачиваться за это то, что это шаг в неизвестность, и это очень тревожно. То есть терпеть эту тревогу ради развития. А вторая стратегия – это оставаться при своих, то есть оставаться… слово-то какое, ну, в знакомой и уютной среде – не рисковать. И за это мы расплачиваемся, мы оставляем себе, сохраняем жизнь, у нас нет тревоги, но мы расплачиваемся неразвитием. И мы расплачиваемся, в конце концов, с сожалениями о том, что «А может быть, я бы еще что-то мог, но я этого не сделала». То есть вот такие дилеммы. Других нету. Либо мы рискуем и развиваемся, но это очень тревожно и страшно. Либо мы остаемся, но это… Либо мы тупим. Да, да, да. Но это чревато сожалениями, а напрасно право. Ну вот, жизнестойкие убеждения, вовлеченность, контроль, принятие риска приводят к адекватной оценке ситуации, уверенности, возможности влиять, готовности активно действовать. И они активно и эффективно позволяют преодолевать трудности. Вот еще одна из теорий – это посттравматическое стрессовое расстройство, это по-другому пути идет психика, да, то есть в психике не хватило ресурсов, и в какой-то момент человек в сложном событии пережил ощущение беспомощности. Вот это переживание, острое переживание своей беспомощности, вспомните, там эффективность, я на что-то влияю, а здесь беспомощность. Перед лицом невиданная ситуация. И именно это ощущение вызывает психологическую травму. И травма, она фрагментирует психику, психика становится разбитой на фрагменты, и вот тот фрагмент, в котором сидит эта травма, начинает высасывать все соки из психики, и человек начинает все более неадекватно себя вести. Ну, вспомните фильм «Рэмбо», да, помните, как он приехал со Вьетнамской войны и продолжил воевать в Америке. Вот это пример поведения человека, которого травма. Травматиков среди нас 15%, у кого-то эти травмы глубоко сидящие и позабытые. А потом мы начинаем, вот у меня на занятиях, я в университете, если мы проводим дебрифинги, это специальные группы, которые лечат последствия или позволяют исследовать последствия травмы, люди обнаруживают у себя эти травмы незалеченные и пытаются уже потом с ними работать, и потом говорят, что а жить-то стало лучше, потому что на то, чтобы не вспоминать свою травму, тратится много энергии. А вот новый феномен, который обнаружили сейчас, посттравматический рост. Опять-таки, кому интересно, читайте по этому запросу в интернете теория посттравматического роста. Это как раз то, о чем мы говорим. Это то, что после сложных ситуаций человек становится душевно состоятельнее и обретает новые ресурсы, то есть делает шаг вперед в своем развитии. Вот это посттравматический рост, и уже описано, что он происходит, если травма в зависимости от тяжести экстремальной ситуации, она происходит от 15 до 50 процентов людей получает психологическую травму, то рост происходит чуть у меньшего процента, там до 40, при той же тяжести экстрима, чуть меньше, но он происходит. И мы исследовали солдат, и вот в военной части посттравматический рост из 60 человек у трех четко фиксируется. То есть они там становятся более мужественными и более адаптивными, а остальные нет. И вот еще один момент, который я вам хотела рассказать, он очень важный. Есть несколько понятий. Вот я вам говорю саморегуляция. То есть в конце концов я прихожу к чему? Мой рецепт, как стать более адекватными, рефлексировать, в каком я состоянии, то есть как-то объективно понимать свое состояние. Это первое. Второе – учиться саморегуляции. Есть много методов и техник саморегуляции. Чем лучше мы себя регулируем, тем лучше мы свою эмоциональную сферу содержим. И третий момент – развитие, саморазвитие, то есть идти по пути личностного роста. Там тоже достаточно однозначные рецепты, ни у кого этот путь не уникален, там нужно проходить достаточно похожие ступени. Но вот это три рецепта, как стать более адекватным в экстриме и сдвинуть свою планку весов в сторону нормальности. Так вот, насчет саморегуляции, ее тоже в трех ипостасиях существует. Существует дезрегуляция, когда я себя не регулирую. Я все время, значит, в каких-то не тех эмоциях, которые хороши бы были, чтобы я эффективно прожил эту ситуацию. И я ничего с этим сделать не могу. Меня понесло, говорят такие люди. Сам не знаю, как это все вышло. Ну и так далее. Это пример дезрегуляции. Отсутствие навыков саморегуляции. И что интересно, мы рождаемся такими. Человеческий детеныш рождается необученной саморегуляции. У него нет этого навыка. Но у него есть навык дезрегуляции. В стресс он впадает, а выйти из него не может самостоятельно. И поэтому корегуляция, совместная регуляция, если мамочка его правильно берет и выводит из этого стресса, помогает ему восстановить свое душевное равновесие, то его психика постепенно начинает учиться этому циклу. Стресс – восстановление. Стресс – восстановление. То есть после стресса нужно уходить не в крик, ор и не в истощение, как уходит дезрегулируемое существо, а вот надо выходить в нормальное состояние. И мама своим общением, утешением, приведением ребенка в порядок дает ему этот навык, с которым он не родился. И поэтому дети, выросшие в нормальных, хороших семьях, с которыми матери хорошо обращались, они обладают базовыми навыками саморегуляции, которые нам всем очень нужны. И существуют уровни саморегуляции. Базовый уровень – он существует, это как бы фоновые состояния. Мы их обретаем, когда мы выполняем какие-то ритуалы, когда мы созерцаем пламя свечи. Не потому что мы намеревались это сделать, а как-то так бах, поймали себя на том, что сижу, туплю, смотрю в океан. Это наш организм включил вот эту фоновую саморегуляцию. Он понял, что сейчас надо потупить, посидеть. Для чего-то это там нужно. Исполнение ритуалов, вот эти трансовые состояния у древних народов – это все вот такие фоновые настройки, которые способствовали неосознаваемой базовой саморегуляции. Эмоционально-волевой уровень саморегуляции – это вот всем известные традиционные практики. Их классов несколько. Это дыхательные практики, это релаксационные практики, например, психомышечная релаксация по методу Джекобсона. Это, или идеомоторная тренировка, это визуализации, это медитации. Ну, собственно, вот этот спектр весь, ну, просто они бывают разные. Разные визуализации, разные медитации, разные вот эти. И вот высший человеческий уровень – ценностный. Это смысловые настройки. Что для меня имеет смысл? И вот ценностный уровень саморегуляции, его, конечно, вправить себе бывает достаточно сложно, но, тем не менее, это я всё пролистываю, тем не менее, вот современная наука нам что говорит? Что развитие всех людей происходит приблизительно по одному плану. У нас меняется то, что нам важно в жизни. Чем более мы развиты, мы начинаем с ценностей выживания, когда поесть, попить. И если мы развиваемся, то мы потом дорастаем до уровня семейных ценностей, когда нам семью надо выстроить и защитить. Потом нас начинают волновать ценности власти. И вот такое вот возрастание. Возрастание идёт не потому, что меняются качества характера, а развитие наше идёт потому, что меняются ценности и смыслы. И, как правило, они укладываются вот в эту лестницу. Вы не провели эту саму маслоу? Нет, нет, маслоу немножечко про другого. Он про актуальные потребности. Ну, там сама актуализация сверху. Ну, вот сейчас Грейс. Все от Грейса прямо вот в восторге. Ну, и завершить свои дозволенные речи. Сейчас я хотела бы вот цитатой, которую авторы здесь не привела. Я в статье одну из последних прочитала. Экстремалов с каждым днём будет всё больше. Именно экстрим даёт человеку возможность тряхнуться, вернуться к своей сущности, ответить самому себе на вопрос, кто я, добиться поставленных целей, вернуть самоовважение. И он же говорит, этот человек, говорит о том, что именно через людей, людей, занимающихся экстремальными практиками, человечество обретёт новые мета-адаптационные ресурсы и выправит мозги. И вот разрешённый мне, прежде чем я отвечу на ваши вопросы, разрешённый мне слайд с рекламой. Лида Правдина. Я живу в Кисловодске. И скалолазные туры, приключенческие туры и психологические тренинги. Можно обращаться. Это мой сын. Горные лыжи в Крылатском. И вот они также делают туры активного семейного отдыха в Крыму и Кисловодске. Ну и Озон. Я амбассадор фирмы Озон. Так что покупайте прекрасную одежду. Я вас не помню. Правда? Ой, я не помню вас. Но я диспансовую. А, здорово. Хорошо. Итак, вот я закончила. Если есть вопросы, готова ответить. А вот эта самая аббригатора, ВУКО, что там, скажем, что это значит? Ну, кто-то в интернете может посмотреть. ВУКО-МИР. Непредсказуемый, сверхсложный, хаотичный, экстремальный мир, в котором сложно жить. Так описывают психологи сегодняшний мир. Быстро меняющийся. Быстро меняющийся. Спасибо. И даже сейчас есть еще следующая аббригатора. То есть мы еще в следующий шагнули. ВУКО-МИР это был чуть 2-3 года назад. Ну, то есть отрицательный стресс. Стресс по поводу того, что что-то плохое случилось. Дистресс. Так, а еще вот про это самое тепловое, то есть душе. Душе всего, одну кучу. А еще я вам могу потом ответить индивидуально, что вы хотели про него. Он очень достоверен. Он очень достоверен в ситуации, когда испытуемый не знает, о чем значение цветов. И когда испытуемый находится в ситуации клиента. То есть когда он хочет, чтобы ему что-то сказали, потому что у него проблема. А если испытуемый находится в ситуации, когда вот его сейчас протестируют и уволят или не уволят с работы, тогда он будет лгать. Нет, нет. Это правило психодиагностики. Понимать, в какой ситуации ты тестируешь испытуемого, чтобы понимать, насколько он склонен достоверно или недостоверно отвечать. Все, вопросов нет. А у военнослужащих вот то же самое, где же правила работают, как с экстремальным видом спорта? Нет. У военнослужащих, которые постоянно возвращаются на места боевых действий, да? Куда возвращаются? Ну, на места боевых действий. Нет, нет. Я даже не... Вот психологическую травму у экстремалов вообще никто не изучал. И вообще, есть ли там у них травмы или это как-то по-другому. А у военнослужащих, да. У них сплошь и рядом. Причем у них вот эти накопленные травмы. Травмы не из-за того, что что-то случилось, да, там взрыв, и товарища разнесло. А травмы из-за серых, но унизительных и тяжелых будней. Они накапливаются, накопленные... Это называется накопленная травма. Я думаю, у них там по-другому немножко. То есть нельзя вот впрямую... Это два вида экстремальной деятельности, но вот этот вид деятельности, о котором мы больше говорим, он отличается, чем человек добровольно. Человек испытывает мощную тягу и экстаз в этом виде деятельности. А у военных не так. Нет, но если есть контакты, которые намеренно могут быть. Ну... То есть за ощущениями... Да, да, возможно. Но опять-таки это нигде. Вот пока вот так академическая наука не изучалась, я не встречала статей. А я все время шебуршу и ищу что-то. Ну, я когда-то спрашиваю о работе на стратегии и драматических средствах. Здорово. У консантов ракетного университета и вот, да, действительно, то, о чем вы говорите, постепенно накапливающиеся. Да, 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 да. Как здорово, что вы ко мне пришли. Сейчас на лекции хоть познакомимся, да. Ну что, давайте закругляемся. Время много, да. Спасибо, что пришли. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...